Сегодня в Якутии к 55-летию якутского телевидения состоится запуск архитектурно-художественной иллюминации телебашни. Пётр Говоров ознакомился с ходом подготовки к торжественному событию. Для того, чтобы самый высокий объект Якутска, высота 241 метр, вечерами ночью стал самым узнаваемым, была разработана уникальная концепция подсветки телебашни. Рассматривались различные варианты, но всё-таки стоит учитывать наши температурные особенности. И диоды, не все диоды способны работать на такой температуре. Поэтому выбрали самый оптимальный вариант, который действительно будет работать и меньше требовать обслуживания. Прожекторы закрепили на разных уровнях телевышки. Общий вес металлоконструкции составляет 400 тонн. Установкой оборудования занимались не только местные альпинисты, но и специалисты из Санкт-Петербурга. Ну, сейчас весна, стало проще, были экстремальные ситуации. То есть, в минус 40 работали люди, висели на верёвках, то есть, холодные ключи. Там было не минус 40, а наверху? Наверху было больше. Ну, я согласен. Действительно, профессиональная художественная посветка, она выглядит красиво. Вот, если взять стандартные к Новому году украшения гирлянды, развесить, это, которые сняли, повесили, сняли. А так, действительно, город будет радоваться. Особенно, вот, люди, которые в этом принимали участие. С помощью контролёров можно будет создавать 255 светодинамических сцен. Переливание, сияние, эффект маяка. В телебашне установлено более 200 прожекторов, которые будут радовать нас каждый день. Вы спросите, сколько весит один прожектор первого уровня? Всего в телебашне 7 уровней. Итак, самый большой прожектор, который будет установлен, весит 20 килограммов. И по правде тяжко держать. Я думаю, что здесь даже больше, чем 20 килограммов. Стоимость чудо-прожекторов, которые могут выдержать минус 90 градусов мороза, стоит 10 миллионов рублей. Дело в том, что светотехническое оборудование установлено так называемой РГБ. То есть там зелёный, красный и синий. Это цвета, которые, в общем-то, создают все цвета радуги. Соответственно, башня будет переливаться всеми цветами радуги. Обслуживать подсветку якутской телебашни будут каждые три месяца. Стать свидетелем исторического события может каждый житель Якутска. Запуск состоится сегодня в 21.15. Пётр Говоров, Илья Сыромятников, Якутск.